Ночной обстрел в Луцке. Сегодня в полночь здание консульства Польши атаковали из гранатомета. После этого на всей территории нашей страны закрыли польские консульства. Стоит напомнить, что любые атаки против иностранной дипломатической миссии это нарушение Венской конвенции и прямой удар по имиджу страны. Тем более сейчас, когда Украина находится на пороге этого самого долгожданного безвиза. Кому на руку эта провокация и как она может повлиять на украинско-польские отношения? Все подробности в материале. Тихий город Луцк содрогнулся этой ночью. В полночь неизвестный обстрелял консульство Польши из гранатомета. Выстрел пробил крышу и окно. Всю ночь возле дипмиссии работала следственно-оперативная группа. С утра здесь никого не принимают. Вице-консул Кшиштоф Савицкий говорит, люди чудом не пострадали. Целились в жилую часть здания. Под дахом спал в комнате на третьем поверхности працовник консульства. 20 сантиметров выше. Как бы попало в окно, это было бы страшное страдание. И уже в полдень областное руководство полиции и СБУ дают первые комментарии. Предварительный вывод. Стреляли из ручного гранатомета РПГ-26. Позиция стрелка находилась через дорогу от консульства. На месте скояния пострела нашли залишки от этого же гранатомета. Это задняя крышка тубуса. И место установлено. На данный момент больше ничего, кроме того, что было вылечено, на данный момент нет. Нападение квалифицировали по статье теракт. В областном СБУ заявили, здесь четко прослеживается российский след. Впрочем, в Главном управлении службы безопасности не исключают и другие версии. Хулиганство нам это так же пока не откидается. Кто-то из людей, которым, например, было отказано в выдаче визы до Евросоюзу, этой консульской установой, решили таким образом помститься. Провокации против Республики Польши, что час от времени трапляют на территории Украины, выгодны лишь одной стороне Российской Федерации. Такие действия рассчитаны на расхитывание и дестабилизацию взаимодействия между братными украинскими и польскими народами. В частности, последним временем правоохранительными органами Украины выявляются факты, фиксируются факты вандализма и уничтожения польских памяток на территории Украины. И буквально сегодня же утром во Львовской области радикалы пытались устроить провокацию. К селу Гряда тремя автобусами свезли молодчиков, которые должны были перекрыть трассу к пункту пропуска Рава-Руська. Тема та же польская, мол, ущемляют поляков. С собой имели петарды, дымовые шашки, которые частично выложены, частично использованы. Это тоже пропоры, плакаты, транспораты, которые пригничают даже гордость Украину. Для полноты картины они собирались жить шины и фаеры. И в обязательном порядке снять акцию на видео. Каждому из них обещали неплохо заплатить. Силовикам удалось предупредить провокацию. Большинство участников задержаны. Как и оказалось, это не поляки. И к Польше вообще никакого отношения не имеют. Все они жители Ивано-Франковской, Хмельницкой и Львовской областей. К тому же молодчики находились в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Теперь полиция ищет кураторов. Мы говорим про низкую взаимоповязанных заходов, спрямованных как на распаливание междунациональной вооруженности и погрешение отношений между украинским и польским народом, так и взагалей на дестабилизацию ситуации в Украине. Тем временем все депмиссии в Украине взяты под усиленную охрану. Пока не найдут, кто стоит за нападением на польское консульство в Луцке. Елена Кагал, Александра Фетисова, Галина Якушко, Юрий Фетисов, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер.